Новосибирск 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 Правительство наше заверило, что будет стабильность какая-то образуется Теперь в среднем литр дизельного топлива на заправках города стоит почти 46,5 рублей А стоимость 92-го и 95-го за последнюю неделю поднялась на 3 копейки По данным Росстата, в сентябре в 36 субъектах страны отмечалось повышение потребительских цен на бензин Заметный скачок после Нового года прогнозируют эксперты Ассоциации независимых нефтетрейдеров На стоимость топлива повлияет увеличение НДС и рост акцизов По предварительным оценкам, литр топлива может подорожать минимум до 50 рублей Мэр Новосибирска поручил дорожникам привести в порядок тротуары Если на дорогах всплеска аварии из-за гололеда удалось избежать Уже в первую морозную ночь на магистрали высыпали более тысячи тонн смеси песка и соли То состояние пешеходных дорожек не выдерживает критики Анатолий Локоть распорядился срочно исправить ситуацию Александр Сульдин продолжит Дождь и первые морозы При такой погоде уже несколько раз мог случиться день жестянщика Пока ни одной аварии из-за состояния дорог Улицы оперативно засыпали смесью песка и соли В ночь на 31 октября На магистрали вышли почти четыре сотни зимних дорожных машин Сегодня с утра снова падал снег Основная масса спецмашин выходит на улицы ночью, чтобы не мешать движению Но пару часов назад прошел снегопад Поэтому, судя по данным портала Мой Новосибирск Сейчас на улицах работают более полусотни спецмашин Наибольшая концентрация техники Наблюдаются в районе улиц Плановая и Дусик Ковальчук То, что видно на карте, происходило в полдень Прошел час Улица Ипподромская Чистят участок между перекрестками с Фрунзе и Писарева Идут на приличной скорости, чтобы пробку не создать Я никаких препятствий не встретил, сейчас ехал Ну, значит, метут Машин не видел, но ночью же, наверное, убирают дороги Ну, не знаю, нормально проехал Не скользит на тату, нет Ну, пока еще просто грязь Ну, я думаю, и посыпали, наверное Как всегда, вовремя Кстати, на центральных улицах этой зимой будут применять реагент Бианорт Весной он в пыль не превращается Проверку в борьбе со снегом и льдом реагент успешно прошел в Тюмени и Екатеринбурге Материал, который состоит на основе соли и калия, натрия, магния Который по своим агрессивным качествам гораздо ниже той песко-соляной смеси, которую мы применяем сейчас Бианорт сравнят с двумя разными смесями песка и соли, которые также будут применять этой зимой На следующий год выберут лучший вариант противоглоледной обработки Если середина проезжей части свободна от снега, там дальше к мосту, вообще сухая дорога То на пешеходной дорожке уже видно, что образуется лед И это пока еще не сильно подморозило Что будет к вечеру непонятно, тем не менее Незаметно, чтобы здесь кто-то посыпал песком Анатолий Локоть поручил дорожникам решать такие проблемы оперативно Приведите в порядок тротуара Люди падают, люди травмы Я имею статистику из травмпунктов Ко мне кладут И дальше качество вашей работы Ну, я имею ввиду всех дорожников Вас, это все дорожные службы Будет определяться не только состоянием проезжей части Но и состоянием тротуара Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости Бизнесменам из Южной Азии покажут новосибирские технологии Гостей форума «Азиатские встречи» интересует улучшение экологии городов И регулирование транспортных потоков Форум стартует уже на следующей неделе В прошлом году это было две страны И это было шесть человек Интерес настолько большой у этих стран Сотрудничество с нашим городом Что в этом году уже приезжает 30 человек И пять стран То есть идет очень большое наращивание Интереса к нам И цель, основная цель проведения таких форумов Это познакомить, конечно, и наших бизнесменов И нашу экономику с возможностями этих стран Организаторы ожидают гостей из Монголии, Индии, Китая, Камбоджи и Лаоса Кроме технологий, которые могут быть полезны в густонаселенных городах Азии Интерес у иностранных делегаций вызывает производство Им покажут авиаремонтный завод и одну из птицефабрик Новосибирские специалисты планируют познакомить коллег из других стран С лучшими вузами и лечебными учреждениями Это открывает возможности для развития двустороннего медицинского туризма И обмена студентами Их тоже интересуют наши высокие технологии В частности, активно сотрудничают с этими странами Медицинские учреждения, как железнодорожная больница Известная всему миру наша клиника Мишалкина НИИТО, микрохирургия глаза То есть это все тоже представляет интерес для наших азиатских партнеров Самый известный волонтер страны рассказал новосибирцам, как развивать добровольчество Эксперт вместе с местными специалистами разработал новую модель Она учитывает специфику региона Есть стереотип, что волонтер – это студент, например Есть стереотип, что волонтер – это человек, которому нечем заниматься А кто такой волонтер на самом деле Это задача по продвижению этой идеи И органы власти сами нигде не могут без некоммерческого сектора Вот такую задачу выполнить Поэтому продвижение идеи воспитания общества, включая милосердие, благотворительность, общественное служение – это общая абсолютная задача Владимир Хромов опирается на опыт московского региона Как поддерживать некоммерческие организации, создавать инфраструктуру и привлекать жителей к развитию города Специалистов научили, как создать ресурсный центр поддержки добровольчества и развить волонтерское движение Однако Новосибирск и сам занимает лидирующее положение в некоторых социальных сферах Например, в разработке средств для реабилитации людей с инвалидностью На сегодняшний день, с моей точки зрения, пока еще у нас с вами происходит мероприятие событийного характера И, конечно, так сказать, обмен опытом сегодня и в дальнейшем поможет нам перейти именно от таких разовых событий и привлечения волонтеров к тем или иным мероприятиям, к системной работе Клоуны-волонтеры из Италии приехали в Новосибирск Они уже побывали в больничных палатах Алическоти Марчелло и Роберто Микеллан веселили маленьких пациентов и учили новосибирских коллег своим приемом и шуткам Анна Буянова наблюдала за их работой По будням Алическоти Марчелло работает адвокатом, по выходным – больничным клоуном Я приношу с собой игрушки яркого цвета, показываю детям, что их нахождение здесь, этот путь, который они проходят Это не только страдания от таблеток и уколов Алическоти вместе с коллегой Роберто Микеллан работают в городе Тревиза В Россию итальянцы приехали, чтобы поделиться опытом Больничная клоунада в Италии очень распространена В моем городе всего 50 тысяч человек и только в моей ассоциации 160 клоунов А насколько мне известно, в Новосибирске 2 миллиона человек и всего 30 клоунов Я спрашиваю себя, почему? В наших госпиталях ребенок живет не как в госпитале, а как в каком-то веселом месте То есть его всегда сопровождают игры в течение дня Русским языком итальянские артисты не владеют Но как развеселить маленьких пациентов, знают Общаются с помощью жестов, учат друг друга новым словам За работой иностранных коллег наблюдают больничные клоуны из Новосибирска У нас было обучение, у нас были тренинги, конечно Они учатся у нас, мы учимся у них, мы общаемся Бабуля молодеет потихонечку, набирается мудрости Пользу больничных клоунов и аниматоров подтверждают и медицинские работники В реанимации лежали дети Девочка после операции, у нее была водянка головного мозга Мальчик после автомобильной катастрофы И еще взрослый мальчик, его сбила машина Пришел Дед Мороз в реанимацию с трубой И начал играть, в лесу родилась елочка Пришла Снегурочка Так вы знаете, что началось там? Сбитый мальчишка, рот открывал, хотел попеть вот эту песню В лесу родилась елочка Больничная клоунада в Новосибирске появилась несколько лет назад Артисты регулярно навещают маленьких пациентов в шести лечебных заведениях города Мой ребенок вообще радуется Они даже когда уезжают, они спрашивают Мам, когда они в следующий раз приедут? Нет, ну на самом деле это очень хорошо, что есть Они волонтеры же, да, я так понимаю Есть такие волонтеры, которые ребятишек веселят Потому что, ну учитывая даже нашу ситуацию У меня ребенок вообще никогда ничего не видел, кроме больничных стен Приносить радость детям может каждый Новых участников школы больничных клоунов НОС В Новосибирске набирают каждую осень и весну Анна Буянова, Данил Смирнов, Новосибирские новости Новосибирские новости Все просто Поможем, покажем, подскажем Возникли трудности или вопросы Не знаете, где найти ответ Инструкции на все случаи жизни Раздел «Поможем» на сайте nsknews.info Билеты на шестой Транссибирский арт-фестиваль поступят в продажу уже через неделю Концерты, спектакли, творческие встречи и мастер-классы пройдут в марте-апреле будущего года Организаторы продолжают дополнять программу, пытаясь состыковать графики новосибирских исполнителей и приглашенных звезд Дмитрий Уровский будет ставить оперу «Тангейзер» в концертном исполнении в симфоническом зале С блестящими певцами И это тоже очень интересное событие Почему? Потому что 27-го числа день театра Который мы решили отметить таким образом В Красном факеле итальянский кукольный театр сыграет три спектакля во время весенних школьных каникул Главной площадкой фестиваля останется зал именикация Организаторы хотят привлечь на фестивальные события как можно больше молодежи Поэтому обещают не только традиционные филармонические концерты К музыке добавят иллюстрации на экране, хореографическое и световое сопровождение Это не только включение, допустим, видеоконтента Это то, что резко, так сказать, оживит, может быть, восприятие публики Будет неожиданность Это, конечно, не цирк и не аттракционы в прямом смысле Но это отличная концертная обстановка, которая должна будет создать особую атмосферу В Краевическом музее открыли фотовыставку нашего коллеги, телеоператора и фотографа Павла Мирошникова «Связь времен два проекта» В двух залах представили около 70 работ Мы сделали зал, где музей тетушки и зал, где жилые массивы Но они связаны одной идеей Почему? Дело в том, что музей моей тетушки – это человек, который живет в определенном замкнутом пространстве в рамках своей квартиры А жилые массивы – это где пожилые люди, но живут уже в рамках города Поэтому здесь получились две такие идеи, которые между собой связаны Главная героиня проекта музея тетушки – тетя Павла Мирошникова Таисия Ермолаевна Ковалева Она много путешествовала по стране Вещи на фотографиях рассказывают о ее воспоминаниях Значки, грамоты, книги, открытки История целой страны и одного человека А второй блок «Живые массивы» отражает динамику и видение современного города и того, насколько разные люди живут в нем Это очень хорошо, когда куратор и автор находят общий язык То, что эта выставка о тех людях Вот эта бабушка, его тетушка, которая живет, уже практически не выходит А есть люди, которые выходят и которые живут среди нас И мы их должны, мы их видим, но иногда не до конца даже, может быть, осознаем, что это за люди И чем мы им, в каком-то смысле, если не обязаны То, по крайней мере, проявить к ним любовь, уважение и внимание нам нужно было бы обязательно Конные игры на Кубок Мэра стартовали в Новосибирске Свои умения управлять лошадью показывают ребята с нарушениями здоровья В соревнованиях участвуют спортсмены из конных клубов города и области и гости из Кемерово За главную награду ведут борьбу 60 наездников Михаил Якимов наблюдал за состязаниями Александр – один из самых опытных спортсменов на конных играх В Седле держится уверенно и спокойно Регулярно выступает на всероссийских турнирах В этих состязаниях участвует, чтобы отточить взаимодействие со своим конем Есть конь, мальчик, тяжеловоз Так он конь спокойный Но если ему начали подпругу, его не пристегнут, он может укусить Для большинства спортсменов эти старты – серьезное испытание Выполнять задания с лету получается не у всех Этот вид соревнований называется рабочая тропа Здесь наездники должны показать свое умение управлять лошадью В этом году конные игры с изюминкой Обычно эти соревнования проходят летом, когда можно выступать и показывать хорошие результаты на открытом воздухе Но из-за всероссийских соревнований дату пришлось перенести А выступать вот в такую погоду, когда первый снежок только припорошил землю И показывать при этом достойные результаты просто невозможно Но спасает вот этот крытый манеж Перенесли дату не зря В этом году в Иркутске впервые прошел всероссийский отборочный турнир по программе специальной олимпиады Где выступают спортсмены с нарушением интеллекта Новосибирская спортсменка стала лучшей В марте Кристина Водопьянова будет защищать честь страны в Арабских Эмиратах Уже на всемирных конных играх Сейчас такой период в виде спорта в конном Когда количественный состав прирос уже в качественный перерос В городе Новосибирске есть две спортсменки мастера спорта по паралимпийской выездке Далеко-далеко не каждый регион может этим похвастаться Мы гордимся ими А для некоторых всадников пройти дистанцию самостоятельно уже успех Воспитанники Аяшинского детского дома-интерната регулярно тренируются ездить на лошадях Но общение с животными для них в первую очередь лечение У нас три лошади на манеже постоянно И занимаемся мы с детьми по 30 минут с каждыми детьми У нас ипотерапия в основном Есть результат в том году Мама приезжала с девочкой Стала ходить, не ходила Конные игры это интеграционные соревнования Своё мастерство здесь показывают инвалиды и здоровые ребята Эти наездники самые маленькие, ниже стремени Им от пяти до семи лет Поэтому и выступают они не на больших конях, а на пони Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости Это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» Частота 101,4 FM А на сайте и на сканис.инфо узнаете о том, как передвигаться по скользкой дороге На этом всё, до завтра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok